Ежики. Ежики. Старые. Старый ежик борозды не испортит. Народная мудрость. Старый ежик еще такую борозду проложит, если спиной вверх поползет. Молодой позавидуешь. Ну, короче, ежики. Ежики всегда начинаются, знаешь, чего? Ежики всегда начинаются с морковки. Сейчас я завожу сковородку и обжарю немножко лука. Это действительно будут ежики. А немного теории можно, шеф? Ежики и тефтель. В чем разница? Ну, тефтели, они только из мяса. Тефтели – это крупные фрикадельки. Да? А ежики – это уже добавка риса. Он так бывает торчит немножко так, да, из этой тефтели. Поэтому это уже называется ежички. Значит, вот у меня, смотри, лук, растительное масло. Рублю вот так моркову. Морква вообще ведь большой город. Вот лук энд морковка. Ну, что у меня, видишь, тут смотри, вот на… Ну, ты крупно так, да? Мясной подносик. У меня здесь говядинка уже нарезанная, свининка не нарезанная. Ну, можно один к одному, можно свининки меньше. Весь весьма жирная свининка, сочная будет свининка хорошая. Я сейчас сварю немножко риса. Это суть ежиков. Рис можно варить лишь бы как для ежиков. Это второстепенный, собственно, компонент, хотя важный, конечно. Рис. Его нужно сварить до полуготовности. Поэтому тут, чтобы не ошибиться, можно заведомо взять, заведомо много воды. Вот я сейчас налью воду. Чтобы он варился быстрее, я сейчас залью его кипятком. Ну, можно даже ради понта его подсолить. Кипяток. Вот, заведомо много воды. Чтобы сварился, так сварился. Потому что он все равно промывается, этот рис. А вот она, обжарка. Видишь, какая обжарочка? Да, эротическая такая, да. Чтобы морковочка была помягче, я сейчас вот так вот воды немного. И через какое-то время все опять начнет жариться. Зато морковка размягчается и лучок становится мягче. Ну, у меня больше морковка сейчас, так сказать. Больше гондурас беспокоит меня, чем лук. Вот ты можешь пропустить через машинку, кстати, да, вот эту смесь? Да, давай. Собственно, вот толкачек. Сейчас я включу тебе машину. Значит, это пока просто мясо. Вот видишь, водичку я наливал, теперь снова все жарится. Вода испарилась, все размягчается. Мне, на самом деле, надо немножко это фарш измельчить кто-то. А, поэтому так крупно было, да. Да, потому что неважно, как. Вот сейчас я немного этого лука и морковки пропущу тоже в фарш, а немножко оставлю. Сейчас я тебе покажу, как это все будет выглядеть. Вот в этой костюле мы будем делать ежики, тушить их. Так, ага. Вот сейчас немножко на дно. А, я понял. Сюда, а это сюда. А это сюда прямо горячее. Горячее измельчать днишко не совсем корректно, но мы торопимся с тобой. А, еще таким образом остатки ценного фарша, да, у нас. А можно немножко толкнуть теперь, допустим, панировочными сухарями. Вот. Вот. Сухари хорошо протолкнули. Ну, теперь немножко сами сухари попадут, это даже лучше. Ну, вот. Пока варится рис, очевидно, что нужно дать сюда соль. А перчик я люблю дать живенький. Сейчас его вот так вот раз. И ты его отметилишь сейчас в пакет. Пакет закрыл. И сейчас молоточком для отбивания мяса. Шикарный аромат будет. Дробленый. Ах, карачо. Немножко холодной воды. Фарш, он будет более сочным. И остается только дождаться готовности риса. Вот здесь, видишь, овощи уже я переложил в сотейничек. Да, да, да. Но мне нужен томат. Чтобы в томатном таком соусе тушить. Не обязательно в томатном можно тушить, просто в воде. Ежики. Но чтобы томат стал более благородным, его хорошо бы вначале обжарить. Вот я сейчас вместе с овощами еще в кастрюле поджарю. Теперь все вместе. Это томатная паста, да? Да, это хорошая томатная паста. Томат будет иметь такой более благородный вкус. И в него как бы кислотность понижается. Ну вот. Рис, собственно говоря, готов. Рис до полуготовности варится примерно 7 минут. Я его вылию, чтобы вам было понятней. Откину. Рис откинулся. И проливаю его сейчас холодной водой. Чтобы его остудить. Чем больше риса в фарше, тем дешевле ежики. Мысль ловите, ребята. Вот томат поджарился немножко еще. Рис. Сюда его, родимого. Здесь уже лучше, чем рука. Никто не сделает. А рукой, наверное, и быстрее. Я даже не знаю. Но чтобы рука почувствовала все неоднородности фарша. Чтобы фарш стал однородным. Ложка ничего не чувствует. Она ложка. Рука чувствует. Фарш надо любить. Нежная вот так. Когда работаешь с фаршем, его всегда правильные заранее на кучке. Можно работать как? Вот так взял ежик, скрутил и в кастрюлю. Но лучше сначала все ежики увидеть. Сразу разделить, чтобы они одинаковые были. Потому что тогда ты сможешь корректировать их размер, чтобы они были одинаковые. И это делается, допустим, я сдвину кастрюлю. Порционирование уже на одинаковые шарики. На кучке. Делается с помощью такого приема. Вот я взял сколько надо фарша. Примерно сколько комфортно в руке. И немного на острие его согнал. Вот на себя. Потом запоминаю, как я сгибаю пальцы. Все, руку придется распрямлять. И теперь берешь вот так. Раз. Как экскаватором, как ковшом. Начинаешь делить на... Слушай, действительно прямо одинаковые получаются. На кучки, которые... Если их взвесить, то там плюс-минус 2 грамма будет. Но зато ты их видишь. И если тебе какая-то кучка кажется больше или меньше, ты всегда подкорректируешь. Либо от большей отщипнешь и положишь на меньшую, либо от общей массы возьмешь. Так правильнее работает. Ты уже видишь тогда, сколько штук ты положишь. А вдруг мало. Значит, надо все собрать вместе опять в кучу. И уже меньшенькими разделить. Чтобы было мало ли у тебя, там 20 членов семьи, а 19 ежиков получилось. Кому-то не достанется. Ну вот последний, видишь, кусочек он маленький. Ну я тогда возьму так вот и быстренько его разделю по всем. Может мне какой-то кажется и меньшеньким, допустим, незаслуженно обиженным. Вот и все, я видишь, сколько у нас получилось. Здесь 15-16 штук. Ну режиссер съест 8. И всем остальным по одному. Я просто ложкой распределю эту томатную базу вот по дну. Томат растворится, а эти овощи, которые лежат сейчас на дне, они не дадут нижнему слою у ежиков пригорать к дну, потому что риски есть. Ведь они будут лежать высоким слоем, верхние будут на нижние давить, и они могут прикипеть, пригореть. Да, внизу-то температура большая. Я имею право абсолютно свободно себя чувствовать. И в этом смысле взять и еще немного лука шинкануть вниз. Чтобы равномернее закрыть. Подсыпать, ага. Да, оно будет стушиться, лучок будет хороший, вкусный такой нижний слой. Вкусный, да. Это надо съедать, конечно, когда доходишь до дна кастрюли. Поэтому, знаешь, ничего не мешает. Был бы кусок морковки, я бы еще и морковки там шинканул. Неважно, все, теперь пошел. Можно руки мочить, чтобы фарш не приставал. Но этот фарш не очень приставучий, потому что рис не давать подклеится. Да, я его подкручиваю и сюда. Я могу, кстати, взять лаврушку. Ложить одну лаврушечку на дно. Я могу и для аромата взять еще того же самого перца, куда он делся. Вот он, тоже на дно. Горошку. Горошку можно просто, да. Хуже-то не будет. Вот они пошли. Вот теперь я могу еще, чтобы они не слипались, прокладочку. Так-то они могут немножко там, да, схватиться друг с другом. Расползтись. Вот я такую раз прокладочку. Если не в один слой мы их кладем, конечно. И поехал дальше. Овощами делаю. Добавлю воды. Томат растворится, сделает жидкость красненькая. Они себе будут булькать. Я могу потом добавить немного сметаны даже. Сметаны туда прямо. Чтобы они тут жили в такой томатно-сметанной водичке. Вот как раз, видишь, хорошо получилось. Мы как раз ровно два слоя. Два слоя, да, как раз. Закатать удалось. Для экономии времени кипяток я его буду лить по стенке, чтобы не разрушить ежик, да, чтобы строить прямую столу. Поэтому я сейчас могу вот так наклонил. Угу. И по стеночке лью кипяток. Вот закрыла жидкость примерно. Все, до кипения доведем. Нагрев уменьшу, накрою крышкой и будем готовить. Ждем. Смотри, значит. Ага. Вот какое-то время они потушились уже. Теперь третий класс, вторая четверть. Немножко сметанки. Это не обязательно. Я люблю. Вот так. Да. А сейчас раз. Ложку надо обязательно облизать. Обязательно. И попробовать потом перемешать этой ложкой. Облизал сам, да и облизать товарищу. Да. И все. Дорабатывать. Сметанка сейчас разойдется. Получится такой соус. На все готово. Отлично. Все. Гречечки сварил, риса сварил, все смешал. Это вернир. Да. Вот смотри. Ага. Они всосали много жидкости. Сосали. Увеличились в объеме. Да. Разбухли. Да. Вот они готовы. Сметанка вошла. И вот, собственно, теперь клик не в любой. Одинаково будет сопротивляться. Мягенько и нежно. Так что, друзья, двери закрываются. Кликайте в наш ежик. Поддерживайте нашу еду своими кликами. И будет вам счастье. И вы увидите новую еду. Спасибо, шеф. Счастливо. Работаем, блядь, с одного дубля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова